Так, ну и что же, друзья, мы возвращаемся и возвращаемся на последнюю карту, точнее последнюю игру сегодняшнего дня. У нас будут сражаться Брэс и, если я не ошибаюсь, так, одну секунду, я выключу стрим еще раз. Так, в последнем матче у нас встретятся сегодня Эдюкейтед Ков и Брэс. Брэс у нас, тут все подписано, первый ник, где написано у нас на латинских буквах, хотя бы можно будет легко вам различать без моего напоминания. Брэс это белый у нас парень, а вот в синей кофте у нас Эдюкейтед Ков. Последний у нас сейчас решается игрок, который выйдет в решающую стадию плей-оффа и сможет побороться за выход на Близзкон. И уже начинается первая партия. Шаман, как я понимаю, стандартный агро Шаман против Рено Лока, если я не ошибаюсь. Нет сейчас в руке Рено, игра будет интересной. И на самом деле Рено, возможно, поймал то, что хотел. Сейчас есть трог в руке, это неплохо. И посмотрим, получится ли уничтожить Брэса до того, как он уничтожит, конечно же, Шамана. Слишком хорошая рука у Брэса сейчас. Я думаю, знает прекрасно у нас Эдюкейтед Ков, что играет Рено Лока Брэс. И мулиганить он будет как раз-таки под эту колоду. В принципе, он раздумывает, что первым сыграть Финли или все-таки Трога. Ну, на самом деле вопрос... Ну, Трог может сразу же в лицо получить бомбу, и это будет неприятно. А с другой стороны, в любом случае, на второй ход, возможно, с какой-то картой типа Зомбичок, как мы сейчас видим, придется размениваться. И Бронящий Сержант лучше бы бафнул Финли, и именно Финли бы потерял 2 хп вместо Трога. Возможно, здесь некий мисплей, ну, а возможно, и нормально. А сыграно... Но! Здесь еще одна ситуация. Может быть, зашел бы и Тотем. И тогда Трог бы бафнулся на второй ход. Ну, вот... Немного не... Неоднозначная ситуация. Но, как по мне, нужно было сыграть все-таки Финли вначале. Вот сейчас бы в такой же абсолютной ситуации Финли бы потерял 2 хп. Заходит Молоз Рока. Наверное, очень рад у нас сейчас игрок Educated Coff. Но радоваться ему на самом деле нечем, потому что мы все видим этого слезнюка, и этот кислотный слезнюк просто отравит жизнь у нас игроку из... Они все из Китая. Хотел сказать, игроку из Китая выпендрятся на то, что я знаю, откуда они. Так, ну и что же у нас? Выходят у нас волки. Я не устану, конечно же, повторять то, что если бы сейчас это был Трог, то сейчас был бы Трог у нас со статами. Какими статами? 3-1. И после Молнии этот бы Трог стал уже 4-1. И все бы это пошло в лицо. И сейчас бы у Ронолока стало бы меньше на 8 хп, а так станет меньше на 5. И то, на самом деле раздумывают, еще тратить ли ему его Молнию, потому что очень сильно нужно выйти в Молот Рока на следующий ход. Кстати, возможно, второй Молот Рока это и есть тот самый топдек, который поможет. Мы все понимаем, что если один разрушится, второй будет крайне-крайне необходим. Имплоужин. Имплоужин это считать как топдек. Да, шикарно. И на 4, боже мой. Ну ладно, это не последнее расстройство, на самом деле, агрошамана в этой игре. Сейчас, сейчас он поймет, что такое боль. Бресс улыбается, понимает, что он его законтрил. Ну, просто по максимуму. Ай, интересно. Интересно у нас играют ребята. Смотрите, какая ухмылка. Так, ну тап и написал он здравствуй, как я понял, по местоположению. И разрушает он Молот Рока. Неприятно сейчас Молот Рока второй в руку взять не получится. И нужно как-то планировать ход номер 6 на 4 маны. Ну, смотрится на самом деле тотем. Может быть даже молния, потому что тотем тогда останется в относительной безопасности. Но по сути игра может далеко не продлиться. Посмотрим, посмотрим, нет пока ни таунтов, нет пока ни хила. И шаман может не простить такое невезение. Раздумываю, как же выставить этого тотема лучше. Или силой героя, или потратив молнию. Я на самом деле не против здесь потратить молнию, потому что все равно на седьмой ход хватит маны, чтобы разыграть Молот Рока. С другой стороны может выйти Таргус, и все будет не так радужно. И все-таки может быть пригодится сыграть с Молотом Рока. Земной шок. Да, так он и разыгрывает в лицо. Интересно. Понимаю, что смысла практически нету. Размениваться сейчас тут. Неужели хочет тапнуться? Интересно, интересно. Неплохо ходы сейчас смотрятся у Бреса. Ну, размениваться скорее всего он будет с помощью кислотного слезняка. А нет, кислотного слезняка он хочет на самом деле-то. Оставить живых. И даже импусу ему не дает умереть. Интересная игра. Интересно. На следующий ход Латхип отменит все заклинания. Если это будет Латхип, может быть это будет Доктор Бум с пятью бомбами. Вот с четырьмой бомбами, а мы знаем какая-то мощь, какая-то сила. Так, одну секундочку. Тут у меня настройки разнообразные. Так, все-таки решает он сыграть ли про гнома. Ну, собственно, это и есть единственное правильное решение. Разумеется, все нужно отдать ударом в лицо. И смотрим на топ-дек. Все-таки еще ничего не кончено. Вылетает Джераксус. Джераксус не имеет никакого здесь значения. Выйдет, скорее всего, бесплатный. Да, бесплатный у нас голем. И никаких рокбайтеров с Играндем не будет. И здесь, на самом деле, проигрыш. Рено Лок уже не даст никак выиграть у нас оппоненту. Шаман проиграл. Что тут может быть? Супер Рок. Конечно же, его нету. Это Джи Джи. Раздумает. Думает, поможет ли ему два удара, хоть чуть-чуть улучшенных с помощью силы героя. И сдается. Ну, может быть, запоминал колоду, запоминал карты, которые были в Рено Локе. Но хотя зачем это ему нужно? Ведь он же уже с ним не встретится. Рено Лок у нас уходит. Поздравляем Бреса. Бреса почему-то очень любят в Китае. И, на самом деле, все букмекера кричат только о том, что он у нас фаворит. Когда он играл с Жанг Бо. Напомню, Жанг Бо уже вышел в полуфинал. В последнюю сетку плей-офф. Так вот, когда он играл с Жанг Бо, на него ставки были 83%. В Харстоуне это огромная редкость. Обычно у нас все-таки ставки 60 на 40. Все-таки это Харстоун. Но вот так получилось. Не оставляет он попыток и берет еще раз Шамана. Шаман против Преста. Посмотрим. Ну, Престу неплохо. Кстати, здесь вначале приходят Зомби Чо. Неплохой Пиромант. Он может быть разыгран очень успешно. Не понимаю только одного, почему он убирает Волков. Возможно, что-то знает, чего не знаем мы. Волки отлично смотрятся. Особенно с Монеткой. Ну, немного непонятная игра. Ну, да ладно. Приходит Лепрогном. БМят они друг друга. Приходит у нас Голем. Ну, видимо, сначала будет сыгран Голем все-таки. И неплохая рука у Шамана. На самом-то деле, действительно неплохая. И это, может быть, поможет ему выиграть здесь. Так. Одну секунду, прошу прощения. Очень долго думает. Ну, я не знаю. Тут, конечно, можно думать хоть целый час. Но, хоть через Монетку. Единственный. Да, и разыгрывает Пираманта. На самом деле, Пираманта здесь обязательно нужно было разыгрывать, чтобы сдерживать темп хоть как-то. Да, Рокбайтер. Отличная игра. Очищает он у нас Пираманта. И Размен. Размен довольно-таки хороший. Ведь мог всегда бафнуть этот Зомби Чон отреть всю ману. И тогда уже было бы совсем не смешно. Вилена никто не отменял. Ну, Вилена, конечно, нету. Но этого же не знает Бресс. Похилить Шамана обязательно Чужого. Видимо, они друзья. Бэмит, шутит друг над другом. Здесь у нас... Что у нас по мане? Может выскочить Рыцарь. Но, я думаю, этого не будет. Хотя по мане смотрится отлично. Ну, или Прогнал тоже смотрелся отлично. На четвертую ману... Почему бы и нет? Ну, выбрал по-другому немножко. Разыгрывает у нас здесь... Оукинайку. Оукинайка проживет недолго. Единственный вопрос, как она умрет. От Бронящего Сержанта и Серебряного Рыцаря еще одного? Или все же это будет просто баф Тотема и два Серебряных Рыцаря под баблами в лицо? Второй вариант, как мне кажется, лучше. Да, он его выбирает. Неплохо. Два Голема... В смысле, два Серебряных Всадника под бафами. Сейчас смотрится вполне себе отлично. И Белчера... Белчер, Белчер, Белчер. Это хорошо. Это, на самом деле, практически топовый таун против Шамана. И остается только продумать, как именно убить Белчера. Наверное, потратить все щиты. Я не думаю, что они здесь так сильно нужны. И они настолько здесь, скажем так, решают. Два раза ударить лицом и два раза ударить Серебряными Всадниками. Это будет вполне себе хорошая игра. И, в конце концов, хорошо она смотрится по мане. Но Брест явно понимает, к чему все идет. Очень хорошо. Все. У оппонента. Вот так. Вот так он разыгрывает. Все-таки хочет удариться один раз в лицо. Может быть, понимает, что в руке у соперника Кабалка. И сейчас два рыцаря сыграют в турнире, в котором оба они проиграют, так как оба сдохнут. Извините. И вот Кабалка на столе. И все. Шамана, на самом деле, не так уж и здорово. Ловим топ-деки, ловим ракбайтер и уничтожаем только так. Очень много, очень много заклинаний. Еще не факт, что у Преста получится отхилиться. Хоть и есть флеш-хилл в руке на одну ману, он зайдет здесь прекрасно. Лучше не придумаешь, грубо говоря. Раздумывает, раздумывает Брэс. В смысле, на две маны раздумывает у нас Эдюкейтед Ков. Хочется убить ему эту Кабалку. Очень хочется. Наверное, он все-таки так и сделает. А может быть и выставит Легопрогнома и пропустит. Не хочет он освобождать свои кристаллы от перегрузки на этот ход. Далее прогном. И, как видимо, два удара в лицо. Неплохая игра. Итак, кстати, в руке у него довольно-таки уже много урона. Максимально он может нанести 6, 5, 11, 12, 13. Плюс два удара и это ГГ. Нужно сейчас хилиться. Нужно хилиться. Хилиться, причем не просто так, а двумя хилами, да. Потому что к добру это не доведет. 20 урона. 20 урона хотя бы пробить уже тяжелее, но мы не можем забывать о наличии Рокбайтеров. Один, конечно, ушел и этого забывать не можем, но... Второй-то еще в колоде. Плохо сейчас Акалит. Не хочется выставлять существ, чтобы Акалит дровался об них. Неприятно, непринятно. Может быть, попробовать слоить тотем. Если это будет тотем на колдовство, это будет просто шикарно. Может быть, стоит потратить разряд. Ну так, смотрим. Кат, да, неплохо. Освобождает он кристаллы, маны. И все смотрится просто шикарно. Он тратит все заклинания, так как понимает, что тотем приходит всего лишь 25%. И может быть, ему и не повезет на следующий ход так же сильно. 7 урона остается нанести. Не забываем, что есть тот самый... Тот самый разряд в руке. Хилиться нельзя у нас... Уже третью игру подряд, на самом деле, прерывается интернет. Нужно как-то это фиксить на чемпионатах мира. Голд Сириус все-таки не тот турнир, где должен падать интернет. Ну давай еще один. Кладовской тотем. Нет, не еще один. Но если выпадет на 5, то это ГГ. Выпадает на 4. И это не ГГ. Немного не везет. На самом деле, это было 50 на 50. Рад, Брэд. Рад. Интересно. Ну, скорее всего, нужно сейчас отдавать земной шок. Там, может быть, и не нужно. Не хочется давать добирать лишних карт оппоненту. Я думаю, Декейтедков здесь разберется как нельзя лучше. Посмотрим. Выставляет он трога. Что отдаст? Отдаст все. Отдаст все. Один ХП. Страшновато жить. Акалит. 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 Все как мы предполагали. Обезврежен. Выходит у нас Лайт Бомба. Практически бесполезная. Хилиться нужно в лицо. То есть, другого варианта нет. Какой-то подхил всегда нужен. Может быть, можно уже сыграть как-то совсем Йола. Так, добор здесь будет очень качественный. На все ХП. Так, сейчас он доберет 4 карты. И на самом деле может запросто поймать больше карт. Надо побыстрее немножко подумать. Да. Добор еще один. Кобалка. Мариэль. И... И зомби. Ничего, на еще один хил нету. Да, здесь на самом деле не самый лучший. Топдеки пришли. И вот он флеш-хил. Шикарно, шикарно. Сейчас он практически спасается. Все-таки от какого-то топдека. Уже может и не убить... Какой-нибудь лава-берст. Да, это ли про гном. И в принципе, на самом деле может оставаться. Следующий ход Мариэль подхилит уже на 6. Ну, это не выгребсти. Да, все-таки шаман. Видите, вот эта колода для нубов. Простит меня. Этюкейтед Ков. Но, возможно, он с ней ошибся. Я не спорю. Может быть, и нужно набирать такие колоды. Они могут удивить. Слишком много шаманов я видел и в Европейском чемпионате, и тем более в Американском чемпионате. Нет, они не работают. Это было понятно. Это было видно. Ну, видимо, игроки думают по-другому. Надеются на них все время. Понятно, долгие раздумья. Если бы мы, наверное, с вами, друзья, находились там же, где и Этюкейтед Ков, наверное, бы тоже думали бы долго. Ну что, хилл Мариэль хилл? Или тут он летал уже на школу? Я просто не до конца этот момент вижу. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я не думаю, что здесь из летал. Да, наверное, все-таки Мариэль, хилл Мариэль. Лучшая игра. Играет он очень интересно. Играет через один хилл. Ну да, он пишет, что он это ошибка. Ну, видимо, то ли переволновался, то ли еще что-нибудь. Ну, на самом деле, это уже не сильно и играет роль. Нет сейчас в колоде карты у Шамана, которая сможет нанести аж целых 8 урона в лицо за один ход. Такой карты нету. Может быть, будет Добор, который доберет эти две карты. Но это будет совсем уже какой-то успех. А вот и Добор. Давай. Лава Бёрст, Лава Бёрст. Сейчас он подумает. Так, у меня одна карта на Добор. Сыграть ли ее или не сыграть. Лава Шок и... Это 6 урона, да? Тут еще не все закончено. И на самом деле, возможно, этот нехилл решил бы. Но Морель все равно смотрится для Шамана очень и очень противно. У Бреста сейчас летал. И Шаман должен уже думать не только о том, как нанести урон, но и как избавиться от летала. Интересно, интересно. Но все мы понимаем. Мы тоже игроки. И когда мы выбирали все-таки такую ситуацию, когда мы будем вместо того, чтобы нанести драгоценный урон в лицо, подконтролировать Зомби Чо, чтобы получить эти 5 хилла. Ну, я думаю, Дикейт Отков очень опытный. И да, действительно, действительно он делает это. Он убивает Зомби Чо. И этот ход на самом-то деле... На самом-то деле все равно, да. Все равно убивает. Потому что зашел топ-дэк. Так. Погодите. Погодите. Если бы он разыграл... Нет, да, действительно, не было топ-дэка. Не было летала. Это я уже пытаюсь найти его там, где его нету. Поздравляем у нас с Брестом. Вторую партию вытянул. Выиграл. Хорошая игра. Уж очень он хочет стать последним игроком из восьмерки, который и у нас группирует последнюю плей-офф. Ох уж китайский чемпионат. На самом-то деле я некоторые колоды очень-очень удивлен видеть. Странные сборки. Шаманы добавляют себе раздражаторов, добавляют себе этих меченосцев, которые крутятся за 2 маны 3-2 из нистов с тем ветра. Я считаю, что это очень слабые карты. Вообще, как они могут поместиться в агро-шамана. То есть, ну, глупо их добавлять. Они не дают тебе темп, не дают никакой привязки к столу. Некоторые могут сказать, да, здорово. Они выходят на второй ход и могут 6 влупить в лицо. Но, по сути, они выигрывают только, когда уже есть темп и когда, ну, они могут что-то сделать. Одну секунду, извините, телефон. Они, в общем-то, не смогут выиграть, если они будут приходить топ-деками. А как часто играешь с шаманами и у тебя наступает такая ситуация в игре, когда ты должен топ-декать. Ну, и тут ты ловишь на топ-дек этого меченосца 3-2, который абсолютно бесполезен, который тебе ничего не даст. Ну, такая игра. Мурка у другида просто шикарная. Видимо, он собрался заканчивать у нас игру. Но, как ни странно, у темпа механа мага, специально сказал так медленно, потому что это довольно-таки необычнейшая колода сейчас. Я помню, она была популярна где-то год назад. Я много на ней отыграл. И она играет против друидов просто шикарно. Я думаю, винрейт против стандартного midrange друида будет процентов так 70. И я не ошибусь, если скажу 70. Но здесь у друида вроде как неплохой заход. И, возможно, он сможет побороться. Все зависит от того, какие секреты лежат сейчас в руке у... В смысле, в колоде у Educated Cova. Да, все у него слишком-слишком хорошо. Топ-дек. Отлично, шикарно. Топ-дек, который сможет сейчас убить этого друга до когтя. И на размен на самом деле на четвертую ману, скорее всего, нужно уже меняться безумным ученым. Потому что если он играет копию, то эта копия может сейчас дать второго друга до когтя. Или, как мы видим, лазурного дракона. И также крошера. Это очень мощные карты. И в любом случае, это уже неплохой прирост к темпу магу. Ну, я не знаю, с чего он думает. Может быть, просто последняя игра. Не хочет ошибиться. Не хочет сыграть как-то мисплейно. Возможно, он раздумывает второй вариант. Разыграть фростболт и разменяться с помощью пинга и одного из существа. Потом вторым существом добить и второго. То есть, зачем-то сэкономить на согненный шар. Ну, непонятно. Да, разменивается он безумным ученым. Хорошая игра. Интересно, покажет ли нам, что там за секрет. Ну, да, можно разыгрывать слезнючка нашего животика. Отдать животик и магу. А животик не так много даст. По сути. То есть, вряд ли будет существо так, знаете, похуже. Поэтому друид и так и смотрится плохо против темпа мага. Особенно темпа мага. Механа темпа мага. Хотя и против темпа мага. Это одна стезя. Потому что вот эти ловушки, они дают очень-очень сильных существ. Интересно, играет ли он две ловушки или там контр-спелл. Но поскольку он даже не посмотрел, какой там секрет ему пришел. Ну, может быть, у нас так показывается, что не видно, посмотрел ли он или не посмотрел. Может быть, он был уверен в том, что у него копия. И сейчас у него стол, у него все. Что стоит ход какой-то немного неоднозначный сейчас у... Вреса, ну, с гневом, конечно, получше. Потому что он сможет выставить крошера, сможет разбить чужого крошера. Я думаю, размениваться он не будет. Само собой, это же невыгодно. Ах, не самое лучшее существо выпадает. Что и говорить. Ну, тут по мане смотрится, на самом деле, выход этого поджигателя сумасшедшего, который на 4 урона. Раньше это было очень забавно, когда он вылетал. Многие люди горели с него. Опять же, задумался. Скорее всего, он раздумывает над ходом фростболта или отдачей одного существа. Но отдавать существ слабо, особенно против других вида. Поэтому тут игра или через раздражаторов. И... Тут второй момент. Убить ли в начале Educated Cov Taunt. Чтобы лишний... Да-да-да, вот так он тут играет. Я считаю, это правильно. 4 в лицо. Шикарно, шикарно. Ну, нужно... Что здесь делать? Нужно задаваться, на самом деле. Я не вижу смысла играть дальше. Как я и сказал в начале этой партии, где-то 70% будет тут механа темпа мага против друида. Так оно и есть. Вы видите, как сложно справляться вот с этой гапшой, которая идет на тебя. И... В принципе, здесь не вина Бреса, что он проигрывает. Здесь действительно слишком плохой матчап. И... Вы сами все видите. Тут скоро уже будут леталы. Есть обезьяна. Интересно. Мне кажется, я уже не доиграл. Такой... До того момента, когда я начала обезьяна использоваться в этой колоде. Это, видимо, из последних добавлений. Ну, в общем, так все и случилось. Счастливое лицо победителя. Мне кажется, он вообще заснул. Брес тоже недоволен. Но я не понимаю его недовольства. Все-таки... Что у него музыка в ушах изменилась. Так, получается, Друид остается у нас против Зоо Лока. И я просмотрел, кто там последний. Просмотрел. Да, представляю, насколько они сейчас напряжены. Насколько же хотят оба победить. Берет он еще раз своего агрошамана. Друид. Может и не выстоять. Тут такая ситуация. У нас была вчера ситуация, когда... Ах, сейчас скажу. Фоливер, по-моему, Фоливер вел против Жангбо 2-0. И у Жангбо остался... А, и у Фоливера остался Друид. И Жангбо смог своими тремя агроколодами выиграть у Друида. И как бы такая ситуация может сейчас повториться. Друид может проиграть всем агроколодам. Такие шансы вполне себе возможны. Интересно, интересно. заметьте, Дарнаску играет. Многие сейчас на самом деле игнорируют его в Европе. Эта карта не с самого лучшим образом сейчас заходят в колоды Друидов. Сейчас больше пошла мода на 2-го БГХ. Но 2-й БГХ на самом деле зачастую оправдан против Зоолоков, которые используют 2-х гигантов. Друиду тяжело справиться с 2-ми гигантами, и поэтому 2 БГХ играются довольно-таки неплохо. Мы сегодня видели, как 2 БГХ сыграли хорошо против Паладина, убив Секретчика, а затем убив Бума. Ну тут на самом деле раздумия такие долгие были, но непонятно почему. Здесь все просто, все по мане, все логично, и Дарнаску надо убить. Надо убить. Другой вопрос, выставить ли меченосца, наверное, не самый лучший вариант. Но он это делает. Вот меченосец выходит на стол. Ни к чёмная карта, по сути. 2 маны, это... Я не знаю. Я на самом деле использовал меченосца только когда на американском сервере поднимался, и у меня был Агрошаман, единственная колода в своё время, и там я использовал меченосца, потому что у меня не было какие-то открытые другие кварталы. Очень слабая карта, и она недостойна наверное внимания. Ну, я на самом деле видел ещё и огненный тотем, но огненный тотем ещё может как-то сыграть, если у тебя есть темп, очень много урона внести в лицо. Серьёзное раздумие сейчас у Эдюкейта Кова, он думает разыграть волков или не разыграть волков, может быть он хочет лавы бёрз в себя кинуть, и прям всем лицом показывает, как же мне тяжело здесь решить, как же мне тяжело сыграть сейчас этих волков. Его удивление, да, он играет их. Следующий ход у него будет, вот, наверное, непростым. Молния, молния хорошо заходит, практически топ-дек. Нужно подождать, что выпадет с крошера. Крошера оставлять вот так просто живым нельзя, он слишком хорошо разменивается с волками. Ну, другого варианта здесь в розыгрыше я не вижу. Надо смотреть, что выпадет с крошера, дальше думать. ох уж эти китайские раздумья. Хотя чего я уже наезжаю на них. Боже мой, люди попали на самый крутой турнир, который только возможен в их регионе. я тоже думаю, когда ты играешь на вылет и ты прямо в одном шаге уже от вылета, можно и подумать. Интересно, разыгрывает он сначала сержанта. Я не понял этот ход. Вы меня простите, дорогие друзья, но я не понял. Я не понял, почему он так сыграл. Может быть, он переуновался, может быть, я что-то в хорстоне не понимаю. Но зачем ему нужен этот крошер на столе? То есть сейчас все, стол потерян. Стол потерян до конца игры. То есть существ, он уже не будет наносить урон только вот с каких-то бёрстов с лица. То есть лава бёрст, молния, крекла, ну, и молот рока только если. Все, то есть все, что он будет выставлять на стол сейчас, оно будет умирать от стола Брайса. Он проиграл. Ну, как по мне, глупо. Конечно, рано хранить шамана, это такое себе дело, зерекаться нельзя, может, такое на топ декать, что напомню, Дюкейтедкофф уже как-то топ декал. я сейчас напомню даже в каком матче против Майгада это было, был счёт 2-1 и на самом деле Майгад уже полностью отбился, но Эдюкейтедкофф словил, сейчас скажу, что он словил, он словил в конце второй, а, ну да, лава, выброс лавы, он словил и выиграл игру. Оппонент тогда был явно разочарован. Выходит Крекл. Ну что, пойдёт ли в лицо? Ну, в лицо тут уже идти опасно, тут же можно самому проиграть на следующий ход, причём уже на следующий, если был брёв. 7, 11, плюс 6, 17, 8, ну и на следующий ладно. Раздумывает, раздумывает. И так всё по мане на самом деле скверно, если уж на то пошло две маны осталось, ну, может быть есть смысл вывести второго голема, вернее, тотема. Неплохо по статам, в принципе. да, лицо у него не из счастливых на самом деле. да, да, хорошо, что умер у нас Таврисан, неплохо подфартило, но ситуация нисколько не улучшилась вообще. И вот он, второй тотем. Волки или прогном. Полностью забивает весь стол, у него особенно выхода нету. вот этот рев. Так, посмотрим, рев у нас мог бы сейчас убить. На самом деле не мог бы. Не хватает немножко помани. Так, 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 чистит он довольно-таки успешно. Весь стол очищен. И вот другие до после этого еще 21 хп и ну, 19 хп тяжеловато, тяжеловато. Это даже не на рейндж молота с рокбайтером. Скорее всего, да, это конец. Даже не хочет дальше продолжать борьбу. Понимает он. И Бресс улыбается, пожимает руку. Насколько я понимаю, нам матчи сегодня закончены у нас. нас ждет буквально через несколько дней уже последний плей-офф. Последние 8 игроков останутся, которые будут бороться между собой в борьбе за последний слот на Близкон от китайского региона. Напомню, это Пегу Educated Ков как куда а Educated Ков вылетел. Секунду. Сейчас я вам скажу точно, чтобы не обманывать. Да, Пегу у нас выходит. Дальше у нас Бресс, Жанг Бо и Ксинг Су. Да, это с этой сетки. С прошлого у нас вышел Роджи, Лов Сикс, Слипи Шаман и Найт Волкинг. На самом деле большие имена. Все китайские игроки очень известны. Наверное, только Воджанг Бо новичок абсолютный. Остальные все-таки семь игроков уже светились, уже играли на большой сцене и вот они в топ-8 Китая. Вы сами понимаете, насколько это необычно. У нас в Европе когда выходили, наверное, говорили о, мы знаем там три игрока, остальные все молоденькие. В Америке также. И вот здесь видите семь старожилов показывают, что они до сих пор в Китае самые лучшие. Смотрите повторы и видео на нашем канале YouTube и ждите анонсов на каналов Twitter, Вконтакте и на том же YouTube. Спасибо, всем пока. .